Всем привет! Давайте поиграем в недавно вышедшую инди-игру. Я о ней ничего не знаю, смотрел только ролики, поэтому давайте посмотрим на нее вместе. Обучение пропущу. Надеюсь, эта игра избавлена от всех недоработок инди-игр, разных зависаний, долгих загрузок, хотя я уже вижу, что загрузка здесь очень долгая, и различных багов. Как я понял, это такой неторопливый квест, завязанный на исследовании и взаимодействии с окружением, с красивой музыкой, интересными видами и необычным миром. Так, ну мы валяемся на полу, а рядом какой-то шлем, не шлем. Начнулись в каком-то домике, и домик красивый. Приборы. В общем, игра бросает нас в какое-то непонятное окружение и заставляет исследовать все вокруг, в попытках понять, где же мы оказались. И вот эта комната, на самом деле, она очень-очень богата разными предметами, которые можно брать, крутить и взаимодействовать с ними. О, а ты кто? Ну, вот это робот, с которым, возможно, будет связан главный квест игры. Для меня-то он точно главный, потому что в этой демонстрации я хочу как-то ее запустить и поговорить с ней. В общем-то, тут все можно подобрать, почти все. Покрутить, переложить и засунуть себе в инвентарь. Вот, как, например, эту вазочку. Интересно, она разобьется? Кидать правой кнопочкой. Не разбилась. Этот сундук заперт уже много лет. Неразрывная связь. Взаимодействие между предметами тут тоже есть. И, как я понимаю, если найти стаканчик, то можно туда налить воды. Насколько я вообще помню, здесь можно что-то приготовить. Взаимодействие с предметами сделано здесь отлично. Практически никаких неудобств не испытываешь. Где-то тут может... Ага, зажигалка. Эй, нет. Нам нужно... Это какое-то... радио? Вы не помните своего имени. Записка на столе написана вашей рукой. Вот это записка. Это как бы первый квест в игре. Надо приготовить еду. Красная кастрюля. Добавить стакан воды. На самом деле, тут еще догадаться, как это все сделать. Но в видео, которое я посмотрел перед тем, как играть, мне эта игра понравилась. Немного было показано, как это сделать. Где-то тут есть стакан воды, но для начала, где тут красная красная кастрюля, о которой говорится. Тут много вещей. Вот фонарик. Возьмем с собой. Топор. Может с кем-то драться придется? А, не придется, поэтому топор не активный предмет. Ух ты, что это? Что-то вроде принтера. Хотя сначала я подумал, что это стиральная машинка. Да, ее можно полностью разобрать. Программа передач. Нет, нам нужна красная кастрюля. Я уже вроде как всю комнату обошел. Кастрюлю не нашел. Ух ты, я одним предметом открыл дверцу в шкафчике. Какое-то белье. Ладно, засунем обратно. Что-то вроде дневника. Это тоже что-то вроде дневника. Но надо знать пароль. Это не похоже на красную кастрюлю. Коробочки какие-то. А что у нас снаружи? Снаружи кажущийся бескрайний мир. На самом деле я уверен, что тут четко определенные границы. Зато очень хочется путешествовать. Станция какая-то. Она прямо манит, чтобы пойти к ней. Но я думаю, она достаточно далеко. Поэтому отложим это. Интересно. Как это в футболке такая дырка образовалась. Вернемся к нашим красным кастрюлям. Кстати, еще раз прочитаю. Загрей красную кастрюлю. Есть красная чашка. Это такой телевизор. Посмотрю на это со стороны. Кстати, я не открывал нигде дверцы. А вот и красная кастрюля. Вот. Ты подвинься. Красная кастрюля. Придвинься. Отлично. Теперь нужна вода. Главное не потерять стаканчик. Отлично. Наливаем воду. Ставим аккуратненько стаканчик. Эй. Ты где? Это было неаккуратно. Не знаю, как его поставить. Нет. Отлично. Что дальше? Добавь стакан воды. Добавь пару плодов маслины. Их сейчас много возле озера. Плоды разрежь. И добавь сушеный корень. Сушеный корень. Вообще не знаю, где достать. Надеюсь, тут есть нож. Ладно. Где тут озеро. Рядом нет никого, кто бы мог помочь нам. Озеро я вижу. И там какие-то деревья. Хорошая атмосфера одиночества. И очень странные облака. Как будто кто-то просто развил даже не краску, а клей. А вот оплоды. Надо их сбить чем-нибудь. У меня только фонарик. Можно сбить фонариком? Попытка номер... Три. Так. Так, кидай. Конечно. Где-то я здесь видел... Что-то получше фонарика. Вот, палка. Лети. Отлично. Возьмем. О, тут на земле одна лежит. Не знаю, сколько их надо. Еще он позбиваю. Тем более это весело. И еще одну. А где мой дом? Где мой дом? Я потерялся. Он был на холме. Значит, где-то там. Обычная игра такие возможности не предоставляет, чтобы можно было палкой сбить плоды или налить стакан воды в какую-либо жидкость. Поэтому, если не знаешь, что делать, то действительно сложно разобраться. Потому что поначалу сложно поверить, что такие вещи можно делать. Четыре плода. Ну, просто так их засовывать нельзя, мне сказали их разрезать. Так, в кухонных шкафчиках есть что-нибудь? Типа ножа. Это не нож. Это вилка. Ну, почти. Теперь у меня конкретное задание. Найти нож. Кстати, а можно поспать? Спасительное число Коха. Кстати, тут... Тут несколько кроватей. Чтобы это значило. О! Можно приедеть. И даже заснуть. А герой-то видит сны о городе будущего. Ну, явно он находится в будущем. Потому что тут андроиды и какие-то непонятные кольца, когда выходишь на улицу. Видно его родина там где-то. Шлем. Ладно, пускай полежит. Не знаю, что с ним делать. Может, на полу где-то нож? Есть ведро. О, кстати, чем не нож? Но взять его нельзя. Что у нас здесь есть? Ух ты, это что такое? А это что? Здесь ничего похожего на нож. Очки. Договор о трансфере и обслуживании. Видимо, это действительно наш дом. Я так надеялся, что в какой-то полке будет нож. Еще одна вилка. Ну, кухня, она здесь. И нож тоже должен быть здесь. Ого. Прыжок слишком резкий. Здесь точно нет ножа. Потому что по логике он... О! А как я... Так я не догадался. Попробую сначала положить фрукт. Эй. Теперь разрезать его. Даже вот эту газету, которая подложена просто, чтобы... Собирать влагу. Даже ее можно прочитать. Отлично. Добавлю еще один. Я помню, также носить предметы за собой можно было в Обливиане. Тогда впервые игрокам дали такую возможность. И это было действительно внушающе. И здесь оно тоже очень интересно. На самом деле, взаимодействие предмет с предметом нам еще так не давали. Интересно. Что дальше? Добавь сушеный корень. Не забудь его растолочь. И надо добавить соль. Отлично. Я помню, здесь где-то... Ага, вот оно. Вот. Вот сюда надо добавить корень. Поставлю пока куда-нибудь сюда. Вот, отлично. А вот этим растолочь. Сколько у меня слотов? Пойдет. Так, вот так. Положить тебе в инвентарь. А где корень-то? Добавь сушеный корень. Онгоцем. Онгоцем. Кто такой Онгоц? Я подозреваю, кто. Но для начала нужен сушеный корень. Может, он где-то висит? Раз он сушеный, то... Его надо сначала высушить. Значит, он где-то сушится. Это что такое? Не вижу нигде... Никакого сушеного корня. Ой. Я что-то открутил. Ладно, не важно. Сушеный корень, сушеный корень. Это вазочка. Да-то что? Это, кажется, соль. Не помню точно, но кажется, да. А вот сушеный корень... Это еще тот вопрос. Может, на улице он где-то сушится? И... да. Еще один возьму. В самом деле, надо сказать спасибо, что здесь хотя бы есть система квестов. А то в некоторых таких инди-играх просто бросают в открытый мир и делай, что хочешь. Исследуй, как хочешь, иди куда хочешь. Здесь хоть квесты и размытые, но они есть. Так, теперь расстолочь надо. Это все хорошо, но я еще не зажег печку. Тут должна быть или бумага, или что-то такое, чтобы можно было зажечь. Бумага-то тут везде валяется, но... Как ее взять? И везде что-то написано. Наверняка подсказки о том, кто такой главный герой. Ну, у меня есть зажигалка. Но поджечь я... Нужна бумага. А, вот же бумага. Так, оно готовится. Что мне осталось? Добавь соль, и вода станет рыжей. Баночку с солью верни на прежнее место, справа от перца. Бои пока не сварятся. Справа от перца. Ну вот... Справа от перца, может, здесь? Нет. Это соль. А если я перепутаю соль с перцем, ничего не будет? А если я просто возьму и вот это вот добавлю? Ух ты. Добавлено новое задание? А где его прочитать? Отнесите завтрак. Отнесите завтрак... Ангутсу... 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 Медитативная игра. Еда, 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 кушать. Ангутсу... Добавлено новое задание. Ангутсу... 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 Орел-то пустой Там висело нечто, что напоминало вот такую же штуку Вот оно Это больше подходит Хотя Орел все равно пустой внутри Добавлено новое задание На внутренней стороне какие-то цифры А какие цифры? 20-53 Там был электронный дневник И мы пароля не знали 20-53 Эту историю я пропущу Тут рассказывается про То, как он оказался здесь на полу с этим шлемом Но на самом деле все Подробности сюжета не раскрываются О, кстати, 42 дюйма Не похоже, чтобы вот эта коробка была от какого-то монитора Который Размером 42 дюйма Ну да ладно Или это не дюйма Что дальше? Найдите свою игрушку Где-то неподалеку спрятан детский тайник На этом мои знания об этой игре заканчиваются Но мне кажется Но мне кажется Оно тоже где-то там Найдите свою игрушку А тут можно бежать На этих деревьях уже ничего не растет Там какие-то камни Я очень надеюсь Что не к ним Печальное дерево Путь твой укажет Стрелку найди Ну если что Я вернусь к Юрте Если На самом деле Смогу вернуться Потому что я уже не помню куда идти Камни оказались Пустышкой Хорошо Возвращаемся А мне туда А что это за пути такие электрические? Кольца через которые должно что-то проходить Где-то мой дом А то я заблудился немножко Но иду наверх Значит правильно А это что? Платформа? Просто платформа На ней возможно что-то стояло Или украшение Какое-то покинутое место Это шайки Что-то вроде Заброшенного Парка развлечений Хотя откуда там шайки? Взять А надо будет посмотреть А пока Где там мой дом? Вот он Потому что я так вышел Пошел вперед А надо было следовать указаниям Написанным в задании Хоть какие-то подсказки Здесь даются Отлично Выйди из юрты И прямо иди На камне Скорягай стрелку Найди Печальное дерево Путь твой укажет А где? Где вход? Вход Выйди из юрты И прямо иди Стрелку найди Стрелку на земле А где? Где дерево? Ну вот есть Палки какие-то Стрелку я не вижу Но если прямо идти То это туда Я ведь прямо иду от юрты Здесь никаких стрелок не было Вроде когда Если идти прямо То это А как тут определить? Тут нету никаких познавательных знаков Ладно, сделаю вот так вот Вот я выхожу из юрты И иду прямо Нужна какая-то стрелка Стрелка на камне На земле Где она должна быть И какое-то печальное дерево Ну вот дерево, которое обвалилось Можно еще там посмотреть Сейчас меня окончательно запутают Я думал здесь будет все легко Здесь никаких стрелок А что если Кстати, вот дерево Это, наверное, не оно А что если посмотреть Там Вот здесь Это вроде как тоже Почти прямо от юрты Это, конечно, очень интересное геймдизайнерское решение Запутать так, чтобы Бедный игрок Бегал по всей локации И проверял каждый камушек Но мне, например Такое не нравится Нет, я люблю размытые подсказки Как Иди туда Там встретишь какой-то камень От камня вправо Но хочется, чтобы они были Более Очевидные Вообще, надо было идти прямо От юрты И не обращать ни на что внимания Но одно хорошо, что Ходить здесь хотя бы не скучно Атмосфера очень такая тягучая Интересно, что это за мир Как здесь герой будет дальше себя вести Какие задания дальше будут Можно ли будет отправиться к тому Куполу развлечения Можно ли туда сейчас отправиться Интересно А самое главное, куда идти Прямо сейчас Никаких стрелок Никаких одиноких деревьев Грустных Тем более уж Выйди из юрты И прямо иди На камне с корягой Стрелку найди На камне с корягой Печальное дерево Путь твой укажет Шкатулка в песке Тебе и тайну расскажет Так В песке И камень с корягой А где здесь песок Песок Известно где Ну а там где я находил ветку Это же прямо камень И прямо вот Нет, не оно Это тоже А тут все камни Рядом с которыми Ежат какие-то ветки Тоже не подсказка Мне всегда было сложно Находить такие вещи Вроде бы очевидно Вот камень И там ветка Но очевидно же Что здесь говорится Об этом А вот и стрелка Ну Ну да Хорошо Пойдем по стрелке Одинокое дерево Путь укажет Если честно Здесь нету Одиноких деревьев Печальное дерево Путь твой укажет Может дерево В форме Стрелки Еще раз Идем по стрелке Вот он Печальное дерево Путь твой укажет И вот он Песок Нет Когда решаешь Такие задачки Это Отличное Чувство такое Как будто Ты что-то сделал Чтобы продвинуться дальше В общем Да Хорошо сделано Возьмем себе Лети Небесные кольца Строительство началось В 2058 Стеклянные шарики Холодная и тяжелая Это что-то вроде Транспортных колец Хорошо Возвращаемся Как-то странно Идет вагон Но это значит Что Герой-то здесь Не один Значит Здесь ходит Транспорт Живут люди Где-то Ну вот так вот Походив Я Нашел все Необходимое Чтобы включить Нашу подругу И сейчас Послушаем Разговор Главное Не потерять Вот эти Составные части Сюда Оно не лезет А сюда Это было Старое Здесь был Где-то Аккумулятор Вот этой Батарии Ага Вот это Подходит Отлично И включаем И Включаем Я-то Надеюсь Она Заработает Может Не хватает Каких-то Деталей Да Ладно Я все же Вставил А что И не хватает Здесь Какие-то Детали Найдите И подсоедините Синхронизатор Процессорное устройство Я нашел Главная Деталь Механического Тела Это Как бы Ее Мозг Две детали Находятся В юрте Используйте Их Чтобы Починить Девушку Вот Я Вставил Как бы Питание А Какая Еще Деталь Здесь Может Быть Здесь На самом деле Столько Всего В Этой Юрте Лампочка Можно Выключить Сундук Закрыт Может быть Да Ладно Ну да Это Просто Шлем Так Где-то Здесь В юрте Помните Я Деталь Здесь Взял И куда-то Выкинул Вот Отсюда Я Почему-то Думал Что Это Нужная Деталь Но Она Исчезла Та Деталь Она Просто Исчезла И На полу Ее Нигде Нет Это Нехорошо Так Есть Один Способ Попробую Перезагрузить Тегру